Сегодня на переднем крае борьбы с коронавирусом медицинские работники. Сейчас больные регионы находятся в корпусах 6-й городской больницы Калининской ЦРБ. Врачи и медицинские сёстры работают практически круглосуточно, не щадя сил и здоровья. Но тем, кто нас спасает, тоже необходима защита. На выручку тверским медикам пришла армия. Руководство Академии военно-космической обороны имени маршала Жукова и командующие воинских частей, дислоцирующихся в Твери, выделили тверским больницам более 70 комплектов химзащиты, необходимой для дезинфекции помещений стационаров. Комплекты по тверским больницам доставило руководство общественной организации «Боевое братство». Первыми помощь получили специалисты Калининской ЦРБ и 1-й городской больницы имени Успенского. Вам в этой ситуации нужны сейчас такие костюмы? Нам очень нужны. Нам все необходимы. Респираторы, маски, шапки. Все надо обрабатывать. И до средств не хватает, всего не хватает. Единственное, чего, вернее, кого пока хватает, это специалистов. Каждый навес золота. Сейчас 1-я горбольница специализируется на лечении больных с пневмонией. В стационаре 54 жители Твери и Тверской области. Больным оказывается профессиональная помощь, но в группе риска и сами врачи. Надо защитить медперсонал, чтобы он был защищен полностью, потому что иначе потом некому будет вообще лечить. По словам главного врача, в списке необходимого одноразовые противочумные костюмы, бахилы и респираторы. Об этом же говорили и представители городской больницы номер 6, куда 14 апреля доставили армейскую помощь. Сейчас в одном из корпусов больницы лечатся те, у кого подтвержден коронавирус. Очень много материальных средств необходимо именно врачам, потому что они осуществляют ту деятельность, которая лечит людей. И есть специфические материалы, которых на складе их просто нет, поэтому они необходимы нам для работы, для действительно профессиональной работы врачей. Это же ежедневный, каждодневный труд. Это, естественно, вещи, которые, ну, их нельзя не постирать, их только вот одел и, ну, как бы и все. Дальше они непригодны к использованию. Поэтому их количество, ну, нельзя сказать сколько, но сколько, сколько возможно, да. Медики выразили благодарность за оказанную помощь и еще раз подчеркнули, им требуются дополнительные комплекты одноразовых противочумных костюмов, бахилы и респираторы.